Здравствуйте, меня зовут Александр Волков. Я рад вас снова приветствовать. И сегодня мы перенесемся на африканский континент, в район величайшей пустыни этой планеты, Сахару. Принято считать, что все великие географические открытия закончились, наверное, с открытием Антарктиды и исследованием каких-то особых ее регионов. Но, к счастью, начавшаяся эпоха космическая преподнесла нам немало сюрпризов. И один из этих сюрпризов кроется в западной части пустыни Сахара, на территории нынешней Мавритании. Некое образование, которое древние арабы называли как Гуэльб-эль-Ришат. Интерес в том, что данная структура была впервые описана и открыта экипажем, американским экипажем космического корабля Джемини-4 в начале 70-х годов и вплоть до сегодняшнего момента служит ключевой точкой рекогносцировки всех, ну если не всех, то многих космических аппаратов. Эта структура потрясающе хорошо видна из космоса. И всегда есть где к ней привязаться на вот этой вот огромной территории бесконечной Сахары. Но вплоть до 70-х годов прошлого века об этой структуре не было неизвестно ничего по одной простой причине. Диаметр внешнего кольца равен практически 50 километров. То есть увидеть, находясь на Земле, это образование можно понять, что оно там есть. Можно лишь в том случае, если вы знаете, что искать. Самое интересное в том, что вот с тех самых 70-х годов до сих пор научный мир так и не дал ни одного, скажем так, всех устраивающего объяснения происхождения данной структуры. Первичная версия была такова, что это ударный кратер метеорита. Причем кратер, который... Метеорит, который упал практически перпендикулярно к поверхности планеты. Но следов ударного воздействия в конечном итоге найдено не было. Следующая версия это то, что был огромный стратовулкан, который с течением времени обвалился внутрь, и за счет этого образовались вот такие вот круги. Но вот проблема в том, что вулканических изверженных пород тоже не нашли. Третья версия, к которой сейчас склоняется большинство исследователей, ну, мы откинем всякие уфологические версии, да, потому что любители, там, зеленых человечков говорят, что это чуть ли не та самая потерянная Атлантида. Точнее, ее остатки, либо там портал Другой Мир, или еще что-то такое. Так вот, третья научная версия склоняется к тому, что это на самом деле результат такой многоступенчатой кольцевой эрозии. Ну, признаться мне сложно сказать, как такое может получиться, потому что если вы увидите на картине, то столь правильные концентрические круги, ну, как-то сложно эрозии вызвать. Сторонники всяких экстраординарных и паранормальных явлений утверждают, что данная структура обладает особыми свойствами, что там, значит, присутствуют какие-то особые энергии и так далее. Ну, каких только небылец в интернете не написано, сможете почитать. Но, чтобы вот это все разгрести, я решил съездить сам. И посмотреть. Не скажу, что добраться туда просто, но, тем не менее, большой сложности добраться до этой структуры нет, потому что местные жители уже знают, что это такое, и с большим удовольствием могут вас туда доставить. Если вы надеетесь там что-то увидеть с земли, то, наверное, это будет сложно. Вам нужен добраться в самый центр данной структуры, и тогда по краю горизонта вы увидите этот огромный древнейший вал, который, в общем-то, незначительно возвышается над окрушающим горизонтом. Время, когда образовался внешний вал, оценивается современным учеными где-то в 550-600 миллионов лет назад, а все последующие валы, которые сходятся к центру, они, соответственно, моложе и моложе. Еще один довод в пользу того, что это вот следствие эрозии. Ну, на самом деле Решат удивляет не этим. Она удивляет тем, что на протяжении всей истории завоевания арабскими племенами северной части Африки она сохранила те самые исходные там формы. Пустыня не поглотила данную структуру. И внутри этой структуры Решат до сих пор растет дерево, которое видело самых первых арабов, пришедших на эти земли. Не знаю, насколько это должно потрясать, но вот когда ты находишься внутри чего-то очень огромного, что видно только из космоса, под тенью дерева, которое видело первых таких серьезных переселенцев, то вот что-то в душе колышется. И, наверное, ради этого, пожалуй, и путешествуют люди. Как же добраться до структуры Решат? Да, очень просто. Нужно немножко вначале углубиться в историю. Сама структура Решат находится совсем рядом от местечка называемого Уадан. Это один из древних ксаров, то есть крепостей на караванных путях древнейшего Магриба. Магриб это территория, которая ныне составляет несколько государств, а именно Марокко, Алжир, Тунис, Западная Сахара и Мавритания, ну и частично территория Мали захватывается. Так вот, Магриб, самая западная точка распространения арабской цивилизации, являлся своего рода культурным и образовательным центром. И важнейшим местом этой культуры и образования был и есть город Шингити, который называется седьмым святым городом ислама. Да, сейчас Шингити пришел в далекий упадок, несколько сотен лет назад именно через него паломники со всего Магриба собирались в нем и шли дальше на великий хадж в Мекку через всю пустыню Сахара. И во многом наверное благодаря этой структуре Ришат, которая за счет своего кольцевого вала огораживала сахарские пески и сохранился современный разваленный Уадана, еще не до конца погребен под песками Шингити. Дело в том, что Сахара движется и движется зачастую по нескольку десятков метров в год. Постепенно, постепенно приближаясь и оттесняя человека от западных берегов, вытесняя его практически в Атлантический океан. Когда я говорил об Амазонии, я говорил, что во многом биоразнообразие Амазонки обязано той же Сахаре. Часть органических и неорганических веществ переносится через весь Атлантический океан и выпадает в виде осадков на Амазонском бассейне. Но именно эти же пески погребают под собой практически всю территорию нынешнего Магриба, из которой зеленой частью осталась только Марокко, благодаря горам Атласа, которые задерживают движение песков. Так вот, если вы хотите увидеть ту старую местность, те некогда величайшие города на пути древних караванов, то вам нужно Мавританию к структуре решат. У вас есть еще возможность это увидеть, потому что лет через 30 той же Шингити уже не будет.